Только военная победа, только на поле боя. Это просто с нашей стороны готовность к диалогу с нашей стороны, а с их стороны это затягивание времени. Это переговоры ни о чем. Их ничто не устроит, кроме как та цель, которая была изначально заявлена. Полное уничтожение государства Украины. Если эта цель будет не достигнута, то любые остановки для них равна сильное поражение. З*** ваши тех, п***цов, россиян. Полностью знищуем россиян на территории Украины. Переговоры, конечно, нужно. Принайменно, чтобы наших хлопцев, которые в полонии вытягивали. Будет какое-то решение, наверное. Иначе просто быть не должно. Я не знаю. У меня нет данных, чтобы иметь какое-то мнение. Я знаю, что достаточно много россиян не хотят ее. Первое всего договоренности, чтобы закрыть небо над Украиной, помогли оружием. У нас хватит сил, у нас хватит мужества. У нас цель есть остаться свободными. Но нам мало санкций. Санкций просто. Каждая минута – это детские жизни. Это сломанная судьба. Мы очень ценим, очень благодарны за поддержку. Но нам надо, чтобы быстрее принимались меры. Я не знаю, про что должны договариваться дипломаты, собственно. Но я знаю, что переговоры нужны всегда. И это цивилизованный путь к согласованию каких-то ситуаций, каких-то проблем. Я всегда за путь дипломатии. За мирным. Это ужасно, что сейчас умирает столько украинцев. Но должны быть переговоры. Говорить все же стоит. Но не нужно воспринимать серьезно все заявления России. Надо надеяться на свои силы. Но переговоры все же вести. Нужно для того, чтобы показать миру, что мы дипломатическая страна. Я абсолютно уважаю, что мы не можем договориться. Потому что с рабами договариваться свободные люди не могут. Потому что никакая дипломатия, никакие вопросы. Они ничего не решают. Мы это видим после каждых переговоров. Каждый раз нас бомбят. Каждый раз нас бросают ракеты. Можно и нужно о капитуляции России говорить, о выводе войска и завершить войну. Санкции против них не прекращать, чтобы она развалилась. И создать там такую систему управления, чтобы народ контролировал чиновников. Тогда все будет хорошо. Это финиш будет для Украины и для мира. Там такую систему управления.